Привет! Сегодня мы с тобой разберем ту тему, которая попадалась каждому второму выпускнику ЕГЭ 22 года на биологии. И это тема гометогенез. Мы разберем ее полностью с нуля, поэтому возьми сейчас листочек А4, чтобы вместе со мной прорисовывать каждый этап гометогенеза, и тогда вероятность, что ты его запомнишь, сильно увеличится. Во-первых, нужно сказать, что такое гометогенез. Это формирование гомет. И гометогенез делится на сперматогенез, образование сперматозоидов, мужских гомет, и овогенез или оогенез, образование женских гомет, яйцеклеток. Итак, давай с тобой нарисуем стадии гометогенеза. Поехали в первую стадию. Итак, первый период гометогенеза – это период размножения. В этот момент наши клетки, изначальные первичные половые клетки, еще имеют диплоидный набор. То есть их набор 2Н, 2С. В этой стадии они просто размножаются, то есть увеличиваются в количестве. И этот период называется период размножения. Клетки в овогенезе в этот момент будут называться овогонии или оогонии. Все клетки, которые делятся, и клетки, которые образуются, будут точно с таким же набором 2Н, 2С. И клетки в сперматогенезе, те, которые и делятся, те, которые образуются, все они также имеют набор 2Н, 2С и будут называться сперматогонии. Следующая стадия или следующий период, который происходит в гометогенезе – это период роста. В этот момент каждая клеточка будет расти, то есть увеличиваться в размере. Кроме того, в этой стадии происходит подготовка к последующему делению, к миозу. Поэтому происходит интерфаза перед миозом и происходит удвоение ДНК. То есть набор будет также меняться. В этот период увеличивается каждая клетка, но я для удобства буду показывать на примере одной клетки. Набор становится 2Н4С, так как произошло удвоение ДНК в интерфазе, и в овогенезе, и в сперматогенезе 2Н4С. Клеточка, которая выросла и имеет такой набор, будет называться овоцит первого порядка или сперматоцит первого порядка. Следующий период, самый важный – это период созревания. Именно здесь гометы приобретают тот набор, который мы видим с вами уже окончательно – 1Н1С. Здесь будет происходить миоз, точнее два его деления. Итак, после первого деления миоза клетки будут иметь набор 1Н2С. Это вот эти клетки. Называться овогенезе будут эти клетки овоцит второго порядка. Обратите внимание, после первого деления миоза овоцит не первого порядка, а овоцит второго порядка. И затем происходит второе деление, когда клетки становятся гоплоидными, то есть будут иметь набор 1Н1С. Будут называться они уже яйцеклетками. На этом овогенез закончился. То есть он содержит три основных периода – период размножения, период роста и период созревания. Если мы говорим про сперматогенез, то здесь тоже происходят два последующих деления миоза. После первого миоза набор будет 1Н2С, вот у этих двух клеток. И после второго деления набор будет 1Н1С у вот этих четырех клеток. После первого деления клетки называются сперматоциты второго порядка. После второго деления клетки будут называться сперматидами. На этом сперматогенез не заканчивается, поскольку эти клетки еще не похожи на настоящие сперматозоиды. Поэтому после третьего периода есть еще дополнительный период – период формирования, когда набор клеток не меняется, а меняется их форма. Это сперматозоид. Он имеет точно такой же набор, как и сперматиды, но здесь уже приобретают определенную форму, то есть будет головка, шейка и хвостик. На этом сперматогенез также заканчивается. Как вы уже поняли, разные типы гометогенеза, овогенез и сперматогенез очень похожи. То есть у них одни и те же периоды, и в них происходят одни и те же процессы. Но в овогенезе будет 3 периода, в сперматогенезе будет 4 периода. Это первое отличие. Второе отличие, что на самом деле вот здесь получается не 4 яйцеклетки, а только одна. Все остальные клетки, они будут являться полярными, либо направительными тельцами. И в оплодотворении в дальнейшем участвовать не будут. Здесь же в сперматогенезе все клетки, все сперматиды будут превращаться в сперматозоиды. Есть и третье отличие между овогенезом и сперматогенезом. Это момент протекания этих процессов в организме. Если вы знаете, когда протекает сперматогенез и когда протекает овогенез, то напишите, пожалуйста, ответ в комментарии. На этом мы заканчиваем разбор гометогенеза. Спасибо, что были со мной. С вами была Жанна Казанская, преподаватель по биологиям в онлайн-школе Умску. И если это видео было для тебя полезным и понравилось, то ставь лайк, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить следующие разборы. Ну а я хочу напомнить, что вместе со мной можно разобрать с нуля все темы по биологии для экзамена. Для этого переходи по ссылке в описании к этому видео, и ты узнаешь, на какие мои курсы открыта запись прямо сейчас. До встречи! Продолжение следует...